В Украине почтили память жертв геноцида армян в Османской империи. Массовые убийства и депортации, которые начались в этот день более сотни лет назад. Самая трагическая страница в истории этого народа. Все подробности в материале. Памятный день начинается возле Хачкара. Сотни армян вместе со священниками Армянской апостольской церкви и украинских конфессий помолились за погибших во время геноцида. Наверное, нет ни одной армянской семьи, которой бы не коснулась трагедия столетней давности. Новое поколение бережет память о предках, которые вынуждены были бежать, чтобы спасти свою жизнь. Все выходцы из города Ван. Это город, который сейчас находится на территории Турции. И там живут курды. В 1915 году их начали оттуда выгонять, вырезать. На самом деле народ, которого мучали, точно не понимал. Те, кто мучал, скорее всего, понимали, знали, ради чего они это делают. Это очень больно. Даже сейчас мне, который там не участвовал. Это больно. И мы собираемся, и как-то легче становится. С единой целью не забыть. Они собираются несколькими поколениями. Детей с раннего возраста учат истории своего народа. Сегодня день геноцида армян. В этот день убили полтора миллиона армян. Народ, который пережил резню, уничтожение и депортацию, сравнивает себя с гранатовым деревом. Я не мог зернятку гранату. Я вермянин. Я подружу и свитом с 1915-го року, як мои брати и сестры. В цей рік наше дерево было розорене. Мы пережили геноцид. Гранат есть собирательный образ, можно сказать, нашего народа. Они как зорнышко по всему миру, но воссоединены в одно целое. Под одной сферой. Это наша принадлежность. И духовная, и национальная. Ненависти нет. А только память, которую нужно беречь. И требование. Требование признать. Признать те злодеяния, чтобы это не повторялось. Только с этой целью. Геноцид является самым страшным преступлением против человечности. И сегодня мы подтверждаем нашу решимость предотвращать повторение подобных событий в будущем. Мы надеемся, что больше такого не повторится. В конце дня в небо подняли воздушный шар с изображением незабудки, символизирующий пять континентов, где нашли приют, бежавшие от преследований армяне, чтобы никогда не забывать о страшной трагедии. Ксения Барвиненко, Ирина Баглай, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер.